Маленькие герои нашего проекта снова побывали на увлекательной экскурсии, которая к тому же помогает определиться с выбором будущей профессии. Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области уже не в первый раз принимает в гостях наших ребят. Но в этот раз и команда стала больше, и программа значительно расширилась. Для чего она нужна? Чтобы увеличить, да, увеличить изображение и посмотреть, что же на самом деле у нас есть. Лупа – предмет, знакомый даже детям и тем, кто не силен в криминалистике. Но это только начало. Впереди у наших ребят знакомство с самыми современными устройствами, которые находятся на службе у следователей-криминалистов. Например, этот прибор различает следы даже там, где их не видит человеческий глаз. Это для трассологических следов – следы огня. А это устройство помогает проверить денежные купюры на подлинность. Вот смотри, вот есть, видишь, металлическое идет. Особый интерес вызывают у ребят устройства, которые работают с современными гаджетами. Мешок Фарадея, его тонкий материал не пропускает сигнал, а значит невозможен и удаленный доступ к мобильному устройству. А мобильный комплекс по сбору и анализу информации со смартфонов, наоборот, позволяет увидеть любые данные, даже те, что владелец давно со своего устройства удалил. Нужно сесть ровно, смотреть прямо перед собой, дышать естественно, ноги на полной ступне, руки в свободном положении. И сохраняем неподвижность с того момента, когда, я скажу, внимание, начинаем тест. Ребята, которым уже исполнилось 14 лет, могут поучаствовать еще в одном эксперименте, узнать, как работает полиграф. Конечно, полного исследования на детекторе лжи проводить не стали. Процесс это сложный, долгий, требует серьезной подготовки. Но даже за время короткого эксперимента видно, как меняются показатели организма. Одни, когда человек расслаблен, совсем другие, когда решает в уме математическую задачу. Ксюша Наумова недавно попробовала себя в роли блогера, попросила отдельно снять ее для социальных сетей. И сразу поделилась впечатлениями о встрече. Мне было интересно все, поскольку это очень необычный опыт. Не каждый день предоставляется такая возможность. Мне очень понравилось. Конечно, безопасность в интернете, она может пригодиться каждому. Также мы узнали о работе полиграфа, что тоже очень интересно. Попробовать себя в роли следователя-криминалиста удалось даже самым маленьким. Это не просто игра в детективов, считают в управлении Следственного комитета. Такие встречи помогут ребятам в выборе будущей профессии. Ранее профессиональное ориентирование несовершеннолетних граждан – это одно из приоритетных направлений работы следственного управления. Сегодня сотрудники отдела криминалистики показали детям, как работает следователь, чем он занимается, какие технические средства использует в своей работе. И мы надеемся, что для кого-то сегодняшнее мероприятие стало еще одним поводом к выбору своей профессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...